Встречайте тюз на сцене Ещё раз тюз на сцене Встречайте тюз Это тюз, это тюз на сцене Ещё раз тюз на сцене Встречайте тюз на сцене Ещё раз тюз Это тюз, это тюз на сцене Все вместе Тюз, 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 тюз Ух ты Мы вышли из бухты Это чушь получается пришел увидела пылил мы хотим показать оля что пятигорск это все российская здравница да я вас умоляю на вас же смотреть жалко жалко у пчелки ну тебе виднее конечно да что тебе надо ты иди весна как я люблю когда пахнет весной таня вот ты мне родная скажи кто это катя типа красивая самая моя моя самая красота нюх зацени как мне в этом на носи на здоровье спасибо ой ребят но вы как мавроди не успели выйти уже фигню какую-то делаете чё-то рубит меня сегодня пойду прилягу а вы давайте как лермонтов смысле прославляйте пятигорск друзья как вы догадались сегодняшнее наше выступление полностью посвящено древнему риму как известно все дороги ведут в рим и так трасса сызрань калуга придорожное кафе где-то под неаполем господи чё первый раз жизни есть будешь что я хочу сделать заказ мы не убиваем людей девушка девушка принесите пасту дома зубы почистишь вообще-то паста это вареные спагетти господи чем только люди зубы не чистят принесите салат цезарь о а заказ-то в тему а почему у вас на скатерти сигаретой вы же на слово помогите потому что у нас не курят ну поставьте хотя бы музыку я не знаю у вас есть что-нибудь из пугачёвой есть кристина арбака это вы не боитесь потерять работу я боюсь потерять свободу не беси меня да вы ханка позовите администратора ну наконец и для меня нашлась работенка моя цель защита прав потребителей потому что я супер администратор вот я тут это дура что же я наделала то вы меня теперь уволите да ну говорили же не хами не руби а у меня что идите у меня же куча долгов а то есть я думаю так все будет да пошла отсюда и чего они от нас все бегут а повара менять надо то сто процентов на приеме у врача здравствуйте ой извините у вас просто на двери диток написано не не правильно правильно что вы врач диетолог а чё смущает сейчас садись ну рассказывай что там доктор вы знаете у меня лишний вес у меня из-за этого проблемы извините алё алё это милиция нет ошиблись номером тогда слушай я маньяк и я слежу за тобой и ты маньяк следишь за мной я тебе хочу сказать хреново ты следишь за мной я тебе даже сказала ты меня как это запустил так чё там говорите у вас а ну я же объясняю меня проблему сегодня нервничать катюша зайдите да у нас есть успокоитель примите водка у проблем сколько вы весите 130 135 а хотите весить ну 90 так 135 90 это 45 килограмм ну я не знаю нужно ногу отрезать что можно не обращайте внимания просто варианты перебираю послушай милая моя добрая девочка понимаешь проблема то не в этом все ваши проблемы у вас в голове простите я не понимаю вас я говорю башка у тебя вот такая понимаю так девочки кто следующий гидиотолог а я слушай на башка у тебя вот такая дорогие друзья если повнимательнее присмотреться к нашей команде то можно увидеть что мы похожи на сандалии римских легионеров мы такие же открыты и любого размера карточка команды квн сборная краснодарского края ща выступаем на расслабоне вообще не ну а чё напрягаться по москве и так уже слушал пошел что у нас до финала про тащит потому что за нами знаете какие люди стоят подошел гуски ингает ребят завтрашнего дня буду вашу сборную тренировать мы га и вообще-то вы не футбольная команда команда квн он кэт не сборной россии тоже так сначала говорили и вообще мне все равно что тренировать когда абрамович платит перед игрой подошли кермольнику говорим юлий соломоныч ну чё какие у нас там шанс он говорит какой вам юлий соломоныч мы гаем и как вас с таким чувством юмора в жюри сажают и убежали наш ректор как только узнал что тема визитки студент 2009 сразу себе вызвал говорит ребят смотрите там про взятки ничего не ляпните мы говорим ну не обещаем потому что квн это прежде всего острый социальный юмор он так покраснел изо всех сил так по столу стукнул и говорит ребят кажется руку сломал вообще ректор хотел с нами на игру поехать но у него там в последний момент что-то не срослось знаете мы не боимся проиграть потому что недавно были в шереметьево и видели что александр васильевич тоже может вылететь ну довольно демагогии а мы продолжаем привет киски сейчас расскажу кое-что интересненькое после последней встречи со мной николай валуев угодил больницу аппендицит вещь непредсказуемая а сейчас представьте себе случай в одном из вузов краснодарского края кто это сделал я вас спрашиваю кто это сделал мне как куратору вашей группы стыдно за вас что это такое ну это наша студентская газета я конечно одобряю что на первой полосе вы напечатали фотографию мисс институт 2009 я даже закрываю глаза на то что она в купальнике но что на заднем плане делает ректор в простыне а безопасность товарищи студенты кто самый сильный я на держи чтоб мою машину эвакуатор не забрал значит галина максим на инструктаж пять минуточек запоминает человек на 80 процентов состоит из воды ты здоровый берешь от этого маленького и выжимаешь на очаг возгорания песочек где у вас тут а зачем нам песок запомни на пожаре страшно не только людям но и домашним животным и запомните пожар он как первый секс рано или поздно будет стойте у вас же дипломная работа по экономике что-нибудь уже готова но есть актуальная песня показываете если не можешь изменить ситуацию попробую изменить отношения к ней кризис увольняют народ стране кризис что нас ждет через год он нет доллар неуклонно растет ну а рубль пыль пыль пуль 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 и вот все говорят высшая лига это серьезно 158 статья это серьезно А высшая лига это Юху, круто, поехали Ну, примерно так С днем рождения Пацаны, скидываемся по 500 рублей Александру Васильевичу на день рождения Что-то слишком часто у Александра Васильевича День рождения И вообще, мы ему в прошлый раз туфли подарили Что они на тебе делают? Это Александру Васильевичу туфли Че хотят, то и делают Поехали Вообще, Александру Васильевичу От наших подарков ни холодно, ни жарко Нужно подумать нам от его подарков Заткнись Давайте, скидываемся по 500 рублей Да какие 500 рублей, это бедные студенты Что ты от них хочешь? Вот это, бедный студент, 2009 килограмм Какой у тебя любимый предмет? Торт Пожалуйста Да нас, между прочим, сейчас Европа как огня боится Вас Яков и вся Кубань стороной обходит Да у меня отец в Питере с Путиным В одном институте учился Все в Питере с Путиным в одном институте учились А у меня сестра знаете кто? Все знают, нашел чем гордиться Слушай, ты деспот и тиран Ты мешаешь нам развиваться Те врачи запретили развиваться Послушай, мы сами решим что, дарить Александру Васильевичу на день рождения Как без меня? Здравствуйте, Александр Васильевич. Здравствуйте, ребята. Александр Васильевич. А ну подождите, кто из вас самый сильный? Я. Да я такой сильный, что дважды два — семь. Четыре. Семь, я сказал. Лондон. Что Лондон? Дважды два — Лондон. Яша, а ну врешь Парахину. За что, Александр Васильевич? Враги Дэвиса, мои враги. Дэвис, успокойся. Да что мы его слушаем? Просто возьмем в следующий раз и не возьмем его в Москву. Э-э-э, что вы ругаетесь по мелочам? Вот я вчера иду, бабуля говорит, дай 10 рублей. Я говорю, на. Она говорит, дай еще 100. Я говорю, не дам. Она говорит, ну ты меня еще вспомнишь. Не знаю, почему сейчас вспомню. Наша команда для меня, как солнце. В смысле? Смотреть больно. Знаете, мы точно знаем, что у нас все будет хорошо. Потому что перед игрой к нам за кулисами подошел Константин Львович Эрнст. Говорит, ребята, я на первом канале не последний человек. Ну как не последний, ну первый. Держитесь меня, и все будет хорошо. Я такой стою на него, смотрю и думаю, о, господи. Маленькое открытие, надеется, и следующая команда участница нашей сегодняшней игры. Команда КВН Астана.КЗ. Привет, Казахстан. Привет, Москва! Представляете себе, я так начал. А, а что вы не посмотрите, как мы прилетели? Давайте посмотрим, серьезно. Пассажиры, пройдите в багажное отделение. Багажные талоны, приготовьте, пожалуйста. Стоп, это же не ваши сумки. А? Это не ваши сумки. А, без проблем. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев так часто встречались, что им все труднее... Продолжение следует... Случай со мной был смешной в Германии. А, хотя нет, об этом еще два года нельзя рассказывать. А, может, сегодня пораньше закончим? С удовольствием. Да, может быть, мы в этом номере позволили себе некую такую амбициозность. Не было амбициозности, казахи! Некое преувеличение. Нет, преувеличение мы лучше. Кто будет... Ну, подумайте, что будет с Россией, если не будет казахов? Казахи рулят! Кто? Кто будет изображать непозадных японских менеджеров в московских суши-барах? Неважно! Казахи вперед! А, если честно, как можно легко сесть на самолет? На казахский самолет! Да, тихо ты! От твоего крика у меня уровень лейкоцитов поднимается. Казахских лейкоцитов! Россия для казахов! А, нет, Казахстан для русских! Русские для казахов! Я запутался! Извините его. А теперь тост. Казахский тост. Я серьезно смешна. Нет, вы, россияне, такие тактичные люди, так внимательно слушают, как я рассказываю о расписании электричек на Караганду. Просто фантастика! Казахстан для русских! Дамы и господа! А у нас в Камызяке огонь до сих пор добывают вот так. В одной руке, значит, огниво, а в другой кремень. И... И уже искры! И уже плавя! Let's go! Камызяки! Кам! Камызяки! Простые пацаны! Дамы и господа! Камызяки! 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 Ну что ж, добрый вечер, Москва! Дай бог здоровья тем людям, которые в такую холодрыгу придумали такую жаркую тему. Сегодня наша тема. Сегодня сложнейшая игра. Сегодня пять кандидатов и только два побеждают. Зюганов о таком раскладе только мечтать мог. Что говоришь, мальчишка? Что говоришь? А, где находится Камызяк? Ну это очень просто. Камызяк находится аккуратно границы России и здравого смысла. Ну что, Москва, рехнемся немножечко! Поехали! Начнем подкидывать дровишки в костер камызякского юмора. Итак, гонщика Виталия Петрова увольняют из Формулы-1. Виталий, вы хотя бы уходить можете побыстрее, нет? В Камызяке есть люди, которые всегда работают с огоньком. И чтоб я вас здесь больше не видел, пошли вон! Друзья, сейчас вижу в ваших глазах такое ярое желание увидеть что-нибудь такое зажигательное. Эдакое такое бразильское, вас правильно понимают? Вот-вот, у нас все есть. Итак, Камызякская школа Капуэйро. Камызяо! Паранойэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ёй-ёй, сынок, это моё упущение. Оказывается, капуэр — это не танцы. Меня просто вот это движение в заблуждение вело. Сыну, извини, пожалуйста. Недавно в России прошла судебно-правовая реформа. И с каждым днём камазиакцы становятся всё правовее и правовее. Итак, обычное заседание в камазиакском суде. Встать, суд идёт, а то опять ругаться будет, сами знаете. Отдай! Отдай! На, на, на! Хватит вам сжать в конце концов, сколько можно уже? Русик, ты же в Нарнии служил. Ой, в Нарнии говорю, в армии. Неужели нельзя дисциплину завести в суде, в конце концов? Всё, давайте, всё, тысяча суд начинается. Славка, давай, вставай, 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 не ленись, давай, вставай. Значит так, сегодня мы будем судить тебя за нарушение авторских прав. Оказывается, мама Люба, давай, это не его песня. Вот тебе, о-о-о, а вы балдеете под неё в кафешках. Он, знаете, он на вас деньги делает, минимум тысячи рублей в неделю. Бессовестный. Ты знаешь, что сейчас какая борьба ведётся с пиратством? Ты хочешь, чтобы я в Москву Константину Эршту позвонил, что ли? И что он мне сделает? Если он диски бульдозерами давит, пиратам, наверное, вообще руки отрубает. Это же в Пакистане так делают. Они и на это лицензию купили, так что там всё зачинено уже, всё право законно. Протестую, я буду жаловаться в Гагу. Так ты заткнись, заткнись у нас. Ты у нас кто? Ты у нас адвокату, ты заткнись. В Гагу. В Леди Гагу хоть. А что у тебя здесь испачканут? Ага, он себе маркер муссы нарисовал. Ещё взрослее хочет выглядеть. Куда тебе ещё взрослее? И так лицо как будто на сетке рабицы уснул. И так лицо как будто на сетке рабицы уснул. Ну, согласен, второй раз, не смешно. Ладно, всё. Так, кто жужжит ко мне карман? Опа, Гарри Поттер рабочий. Кого я сохранил? Гарри Поттер рабочий. А, ГИБДДшник, волшебный палочек. Алё. Ну что, ты наколдовал мне новые номера? Не надо мне три шестёрки. Я что, теперь как в чёрт по городу буду ездить, что ли? Всё, давай ищи другие. Всё, давайте, не смейтесь. Давай сюда свой приворот. Ой, приворот, говорю. Приговор. Всё, трынь. Эй, ведьма заколдовала. Ладно. Приговор. Значит, за хищение госумущества в особо крупных размерах приговариваешься к расстрелу с полной конфискацией имущества согласно Уголовного кодекса СССР, 1977 год. А где наше время? А, вот. Валентина Степановна! Я тебе сколько раз говорил, не печатай приговоры на старых документах. Ну я бумагу экономила. Экономила. А я говорю, кража госимущества особо крупный и расстрел. Сейчас максимум за этот штраф. Ты понимаешь, что путаница может возникнуть, как в прошлом году. Мальчишка взял, на гаражах написал. I love you. По-английски I love you. И что, из-за этой путаницы я его взял, по старым законам взял и в Америку депортировал. Интересно, как он сейчас? Тяжело, наверное, да? Он же по-английски только I love you знает. Хотя, не, поднялся, слова-то хорошие. Ладно, все, ты Славку понял, дай расстрел тебе. Ой, штраф. Все, не пой больше чужие песни. До свидания, суд кончился. До свидания. До свидания. А, стой, голова стих, останься. Да-да-да, ты башкаст, иди сюда. Короче, завтра обязательно приходи, тебя судить будем. За что? В смысле, за что? У нас Камызякский суд, что-нибудь обязательно придумаем. Друзья, случайностей в этой жизни не бывает. Вы, наверное, все уже заметили, да? Что КВН и Камызяк начинаются на одну букву. А это значит, что пока Камызяк в КВНе, у КВНа все будет классно. Ну, это, конечно, нагло. Это, конечно, нагло. Камызякский суд, что-нибудь обязательно применяют. Камызякский суд, что-нибудь обязательно применяют. Камызякский суд, что-нибудь обязательно применяют. Ну что, Москва, будем знакомы. КВН «Триот идиот» Смоленск. Встречайте! Впервые в высшей лиге команда из Смоленска. А в Смоленске, как и во всей России, только две беды. И обе они приехали вместе с нами. Нифига себе ты с пыра пиво открыл! Молодец! Ну здорово, студенты! Ну что, вы подготовились к своему КВНу? Все, отрепетировали. Вы знаете, вообще-то КВН это 90% импровизации. Это правительство Украины 90% импровизации. Пустите, я к начальнику на селектор. Александр Васильевич, в отличие от этих, мы с Жигулем приготовили вам подарок. И мы хотели подарить ключи от нашего города. Жигуль! Здесь самые ключевые объекты. Мэрия, качалка. Вот. И коморы от нашего института. Пользуйтесь на здоровье! Друзья, что хотелось бы сказать. Вот говорят, увидеть Парыш и умереть. Нафига переплачивать? Смоленск реально ближе! У многих сердце еще на вокзале останавливается. Поэтому шо? Welcome! Ну что ж, друзья, поговорим сегодня о студенчестве и обо всем, что с ним связано. Представьте самый страшный сон современного российского студента. Подождите, это доллар-евро столько стоит? Не, это только доллар. Вот куда евро лепит, я и не знаю. А важная часть жизни любого студента – это практика. И проходить она может где угодно. Например, в больнице. Сегодня я прохожу практику в хирургическом отделении. Это очень серьезная операция. Поэтому мы... Зажим, держи! Это нам сейчас типа повезло. А современные студенты могут быть разными. И даже такими. И так на экзамене. Жигуль, ты билет знаешь? Нет, череп, у меня аж поры. Ты шо, осписывать будешь? Ты шо, если пряпа тует, он тебе два поставит? Да ты шо, сплюнь! Отец, шо за скупая мужская слеза? Это же не первый твой экзамен. И, конечно, многие в студенчестве находят свою первую любовь. Представьте, поздний вечер – общежитие. Вот, мы идем с ним таки. Я такой беру, сразу ему лясну. Даже ничего спрашивать не стал. Вот такой. Вот я – да. Ну, понятно, да. Максим, вот мы и общежитие. Мы пришли. Интересненько. Ладно, я домой. Подожди. А? Ну, ты, если хочешь, можешь остаться у меня. Подожди, тебе же завтра на первую пару. Да нет, я завтра не учусь. У тебя соседка дома? Да нет, она уехала. В чем подвох? Да нет, никакого подвоха. Пойдем. Пойдем. Только ничего не будет. Блин! А сейчас давайте перенесемся в обыкновенный российский магазинчик ночью. Да что ж вы за люди-то такие? Я вам восьмой раз объясняю. Алкоголь после одиннадцати не продается. Женщина, ну, сейчас ровно десять. Десять минут третьего. Ну, поймите, у меня у друга сын студентом стал. Да хоть бакалавром. Пусть друг ваш и расхлебывает. Михалыч расхлебывает. Тихо, 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 тихо. Полковник Собра, да мне хоть генералиссимус. Вы понимаете, что за это такие штрафы? Такие штрафы? Тихо, 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 тихо. Ну, поймите, нам очень надо. Надо, не надо, мне все равно. Штурм, эй! Ну, пожалуйста! Многие считают, что самое страшное для студента – это сессия. На самом деле есть вещь гораздо страшнее. И это студенческая столовая. Подходим, питаемся, басота студенческая. Погрызли гранит науки, погрызли макарон. Женщина, это гуляж? Это муляж, вот гуляж. Скажите, а салат сегодняшний? Я тебе больше скажу, он еще и завтрашний. А, щекастик, ну что хотел? Ну давай, не тупи, бери котлету, а то пропадет. Оп, пропала. Бог из ребра сделал женщину, а женщина из ребра вам сделала харчо. Че, отец симпотный? А с чего с пирожки? С селятиной. Пшел вон каннибал. Напоминаю, напоминаю, берем борщ. Кто не хочет брать борщ, получит по щам. Женщина, вы знаете, мы летом в Турцию ездили. Так вот нам там запеченного кабана подавали. Да? Я в колхоз на картошку ездила. У нас там телятник горел. Я такое спевала, что майонезу подливать. Скромнее надо быть, юноша. А еще я кучарявый. Здравствуйте, Зинаида Михайловна. Сергей Николаевич? А что вы здесь делаете? А что такое? Вы же вчера салат весенний брали. Так это ж я не себе. Ну слава богу, а то я думаю, как это институт и без ректора. Подхуем! Ну что ж, дорогие друзья, а в принципе-то абсолютно неважно, какое-нибудь... Ну что опять не так, а? Тихо, необходимо восстановить справедливость. А то Александр Васильевич подарок подарили, а жюри не. Жигуль. Мы хотим подарить вам почетные грамоты и билеты до Смоленска. Блин, что такое? Борщ из термоса протек. Ну ладно, друзья, тогда приезжайте своим ходом, честное слово. У нас такой замечательный город. Он у нас издревле славится своей академической греблей. У нас отгребали такие люди, как Гитлер, Наполеон. Шатунов. Два раза? Да, я помню. Поэтому, друзья, приезжайте и не думайте. Так приезжайте днем. Я вернусь в туалет и будут твои. Я вернусь в туалет и буду 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 твои.